Это Алина, студентка второго курса Института физики Казанского федерального университета. Она получила 70 тысяч рублей на реализацию своего проекта Эйде. Проект, как она сказала, будет реализован в виде викторины по татарскому языку и будет интересен для участников всех возрастов. Как заявила девушка, создать подобный проект ее вдохновила любовь к родине. Изначально проект был чисто для людей, которые разговаривают на татарском языке и проживающих в Татарстане, но на форуме я немножечко изменила направление проекта и теперь также можно участвовать в этой игре людям, которые не владеют татарским языком, но также хотят обучиться ему. То есть это будет игра и такая обучаловка в ней, в татарском языку. Еще одним обладателем гранта, в этот раз в 365 тысяч рублей, стал Даниил. Его проект направлен на развитие Института старост в вузах по всей России, создание видеоматериалов, методичек и другой полезной информации для старост. По словам студента, он хочет, чтобы в будущем старосты стали не только людьми, которые относятся к щетке в деканат, а своеобразным глазом народа от своей группы к вузу. В рамках проекта мы проведем 7 образовательных мастер-классов, проведем 24 встречи в высших учебных заведениях, проведем круглые столы, проведем рабочие сессии, где будем заниматься тем, что будем понимать, кто такой староста, а Даяна пишет методическую рекомендацию, отправим по вузам и будем формировать вот такое вот новое сообщество Института старост, где будет своя идеология, своя история. К слову, работы у ребят еще много. Создать визуализацию проектов, подготовить фундамент для дальнейшей работоспособности и провести исследования, как все-таки проект отозвался в массах, чтобы в дальнейшем их проекты вышли за пределы Татарстана. Лео Вдиденко, Леонард Влитяров, Велета Басова, Универ Ньюс.